Белгородская область присоединилась к новому федеральному проекту «Профессионалитет». Сегодня в его рамках впервые прошел день открытых дверей. Для тех, кто после школы планирует продолжить обучение в СУЗах. В нашем регионе программу реализуют в сельскохозяйственной сфере. Поэтому одна из пилотных площадок — крупнейший агропромышленный холдинг. Главная задача профессионалитета — сделать систему СПО максимально приближенной к работодателю. А потому для школьников важно увидеть, как все устроено изнутри. Мы посмотрели на комплекс, где находятся коровы, чтобы мы обратили их внимание и знали о будущей профессии, куда мы можем поступить. Очень интересно. На нескольких коровах есть пятна зеленые или розовые. Так их помечают, когда они болеют. Вопросов у ребят много. Сколько раз в день и чем кормят коров? Что такое безотходное производство и от чего зависят надой молока? Чем лучше у нас содержатся животные, тем больше молока они будут давать. Хоть первое знакомство и поверхностное, экскурсию назвать скучной не получится. Причем интерес тут далеко не только у школьников. А это так называемая телячья деревня или, как ее здесь ласково называют, детский сад для коровок. Две бирки — это девочки. Одной биркой помечают мальчиков. Я, конечно, не собираюсь менять свое место работы. Но если это будет знакомство с потенциальной новой профессией, в рамках профориентации, я думаю, что таких знаний мне будет вполне достаточно. Это, конечно же, шутки. Ведь, чтобы перейти к практике, нужно не один год уделить теории. И такую возможность потенциальным работникам агросферы дает Карачанский сельскохозяйственный техникум. Это еще одна пилотная площадка федерального проекта. Сегодня для заинтересованных школьников и их родителей здесь также презентация рабочих мест и знакомство с будущей профессией. Техникум реализует 8 специальностей. Здесь обучается более 600 студентов. И мы в перспективе очень надеемся, что их число увеличится, станет больше ребят. И планируем открытие новых специальностей, в том числе в рамках профессионалитета. Качество учебного процесса в техникуме во время рабочей поездки в Карачанский район оценил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас в новых экономических условиях среднее профессиональное образование проходит что-то вроде переосмысления. За счет глобальной интеграции выстроились большие эффективные цепочки, длинные. За счет сегодняшних обстоятельств экстанционного режима, все эти цепочки сократятся до периметра нашей страны. И представьте, для нас мне дух завораживает, какое количество проектов можно реализовать. Все рабочие места, которые были созданы там, на внешней стороне этих цепочек, мы обязаны забрать их сюда. Взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса, если мы сейчас подтянем вот этот проект, не только на уровне какого-то отдельного предприятия, мы, мне кажется, можем показать очень четко балансированную, выставленную стратегическую систему подготовки к развитию сельского хозяйства. Один из ключевых факторов – это, конечно, люди. В Карачанском сельхозтехникуме много талантливой молодежи. Вот Даша, например. Победитель пятого регионального чемпионата – молодые профессионалы WorldSkills Russia. Практиковаться в ветеринарном деле студентка второго курса может прямо на месте. Здесь она следит за двухмесячной катумской овечкой фросией. Я провожу клинический осмотр сельскохозяйственного животного. То есть визуальную диагностику, щупаю, смотрю, слушаю. Это как часть моей работы. Я выбрала для себя профессию ветеринара, потому что у меня к этому лежит душа. Я обожаю животных. Помимо знакомства с будущими специалистами, губернатор также оценил и оснащение техникума. Вячеслав Гладков отметил, сегодня уровень аграрных предприятий с точки зрения технологий, заработной платы и стабильности – одно из самых привлекательных условий для абитуриента. Нам бы хотелось, чтобы и родители, и дети это видели с первых лет жизни. Чтобы нам не то что не искать. Мы хотим, чтобы в Карачанске технику у нас была очередь. Чтобы у нас был конкурс, хотим человек поедать на месте. Во время рабочей поездки глава региона также присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». Вместе с волонтерами и другими активистами муниципалитета Вячеслав Гладков принял участие в высадке «Рябин». Пройдут года и аллею памяти Федора Ладыгина, российского военачальника и почетного гражданина Карачанского района, украсит почти сотня ярких деревьев, давно ставших поэтическим символом нашей страны. Михаил Перетокин и Александр Поддубный. Программа «Такой день» на мире Белогурья. Субтитры создавал DimaTorzok